добрый добрый вечер дорогие друзья мальчики девочки мамы папы ну и всем кто меня смотрит всем кто меня знает с вами как всегда я лёха мойник антарадун вы находитесь на канале канале hard games и сегодня у нас вторая попытка ворваться в игру beast inside почему вторая потому что попытались мы вчера небольшие были технические заминки но так как мы недалеко ушли можно в принципе я думаю особо не париться и спокойненько пройти заново просто чуть-чуть побыстрее как всегда могу попросить только одно немного расслабьтесь те люди кто особенно будут смотреть в повторе те кто смотрит на стриме отдохните на этом стриме ну и фанаты хоррора я так думаю что как всегда поставят лайк подпишется на канал повторюсь я считаю этот хоррор одним из самых наверно криповых самых таких лютых хорроров которые я по крайней мере играл поэтому чай кофе ну а настроение с меня и также последнее что хочу сказать ребята подписывайтесь на телеграм-канал стрима у нас каждый день очень редко ним не бывают чтобы их не пропустить просто достаточно переподписаться на канал то есть сделайте просто отписаться заново подписаться и колокольчик оповещения все там есть графа вот ну или просто подписывайтесь на телеграм-канал heart inside желаю всем приятного просмотра и мы начинаем аттракцион неслыханной щедрости the best inside волка страшно очень страшно говорю честно очень страшная вещь и десять раз знаете ли подумаешь играть ли в нее или нет потому что то что происходило вчера немножко нас повергла шок ладно начинаем новую игру ребята я напомню прошли мы не так долго режим стандартный глава 1 начало приятного просмотра вчера да к сожалению ребят стрим не удалось записать и выложить из-за багов ютуба поехали сейчас просто немножечко побыстрее начала продолжим где где за что господи за что адам адам зачем ты преследуешь на работа дома чего тебе нужно зачем ты мучаешь нашу себя нет адам что-то сделал садом господи на войне без потерь никуда серьезно серьезно и не и все и а и и и и и и и и и недели ранее старые добрые времена президент картер обычно дал обещание спасибо ребят давайте а донатике сразу же все выключу обязательно зачитаю спасибо хорошо спасибо огромное димас зачитаю донат по мере возможности будут с каждой минуты у меня появляется все больше сомнений да уж трудно но ведь ты говорил что хочешь выбраться из города ощутить зов природы на выходные родная и на всю жизнь а кто сказал что мы уезжаем на всю жизнь серьезно мы не знаем ни какой сегодня день не сколько времени обхочешься сми и так постоянно пугают нас ядерной угрозой атома речь если они разгадают шифр вся эта страна превратится в здоровенный ядерный гриб адам хватит а с другой стороны может этот развально обрушится на нас раньше чем ребята брежнева нажмут на красную кнопку никакая это не развально этот дом тебе подарили родители и ты должен быть им благодарен выглядит еще лучше чем на фотографиях наши вещи уже здесь чертовы грузчики даже не удосужились занести их вовнутрь ничего мы их сами снесли на неделе я буду надрываться от и командовать параллельно принимает уж но тут на лицо каблу каблу каблучок как бы но сразу мы видим пожалуйста наглядный пример три часа в дороге и вот мы на месте здесь кажется тихо и спокойно может я наконец могу сосредоточиться и расшифровать эти чертовы телеграмм милый не стой столбом коробочки сами себя не занесут давай мы хорошие здесь было тихо и спокойно пока не пришла м то есть он ей даже высказать боится в общем-то на лицо обычный куколдизм в общем ну он цокнулся мужичок ну как говорится бывает ну а что делать как говорится у всех есть такой друг который но немного так скажем ну просто помянем помянем как говорится был пацан нет пацана нет ну что делать ребята что делать такого как говорится жизнь так сейчас я быстренько ребятки раскидаю в telegram оповещение голос у меня пока что еще держится но я чувствую завтра мне нужно обязательно взять перерыв потому что голос у меня сядет ну что ж продолжаем поехали так насколько мы знаем коробочки на нужно занести во внутрь нажмите там что проверить диктофон это мы уже с вами поняли прошли мы не так далеко ребята сразу говорю коробка на месте пора красить стены кажется на чердаке есть краска стрим тихий сейчас мой хороший как только что-то где-то здесь пукнет черт не дотягивайся нужно найти чем открыть лестницу если я не ошибаюсь где-то был палочка на мой дорогой сейчас с мой любитель громкого звука вы издеваетесь а там ребенок все слышит будь потише другая не могу попасть на чердак сходи метнись там поищи где-нибудь ключик то есть как бы понятно кстати до сих пор для меня загадка что вообще в принципе в доме делают такие вещи как вот например вот это это реальная загадка потому что ангелков их слишком много они валяются на каждом углу короче по простому ребят вам мы приехали в дом родителей бла-бла-бла пятое-десятое так что держу в курсе ну книга по беременности то есть как бы все понятно то есть скоро появится на свет еще и личинка то есть хлопот у нашего а дома станет еще больше и он ощутит прелести жизни прелести семейные прошу прощения жизни дорогая я ничего не нашел прости я кажется оставила ключ в багажник имитесь машину проклятый раб да конечно 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 дорогая как скажешь я мужик конечно же сейчас сейчас ребят те кто просит погромче звук я могу кстати музыку немножечко погромче сделать я друзья просто боюсь авторских прав потому что последнее время очень часто стали за авторские права разрабы очень сильно предъявлять тук-тук в бане из кузы и банджорно ну и какой милый ангелок ангел может спит а может умер прекрасный ангелочек такс я сразу ребят к делу напомню мы с вами здесь нашли по моему дощечку да где-то арта ломик собственно вспомнить бы что тут еще нужно было по моему так подождите мы вроде бы все занесли в чем проблема чердак мы попали то ли этот не хватает да наверно что-то не хватает какую-то эту штучку мы на какую-то забыли а банка с краской конечно же конечно же криворукий наш товарищ все это ранее кстати никогда так лом на себя не тяните потому что яйца могут оказаться на острие на самом кончике надеюсь не порно журналы прадеда кстати вот лучше бы в это были порно журналы прадед вообще-то итак друзья мои мы здесь находим с вами одну очень интересную вещь это диск какое-то устройство для дешифровки и находим записку на текст в записочке у нас с вами сказано следующие вещи так записки у нас с вами выделены буковки если честно ребята мы вчера пытались тот кто не смотрел вчера стрим мы пытались понять загадку еще раз прошу напишите пожалуйста в комментариях как она разгадывается я минут 20 сидел ромал ломал голову специально не хочу смотреть спойлера почитать от вас то есть как-то эта записка связано с этим диском если честно понятия не имею как это работает но в общем я очень надеюсь вы напишите в комментариях как это на самом деле должно работать так я сразу виду пароль из потому что я так тогда и не понял как это все делается это единственный шифр который просто я не осилил я правда я я не понял системы мы ломали ломали башку но ничего из этого не вышло в комментах пожалуйста ребят спойлер нашим подсказочку сделайте итак мы забираем ключик старинный ключ и интересно что же он открывает скоро ты говорит ублюдок мать твою узнаешь что он и где он открывает да кстати ребят спасибо огромное за лайкос и добро пожаловать на стрим глава 2 27 сентября 1864 года от рождества христова вечер почти ночь раньше никогда не вел дневник но говорят это может помочь мне вернуть утерянные воспоминания кроме того письмо проясняет раз это может мне вернуть утерянные воспоминания писать рейтинг интелл за клэриди of thought makes it easier to distinguish facts from imagination сразу ребят говорю то что хоррор абсолютно не страшный пока крыша над головой у меня сейчас нет нужно зажечь свечи осмотреться отца нигде не видно на неужто я и правда рассчитывал что он окажет мне радужный прием десять лет назад он испарился не оставив и следа он производит странные впечатления хотя он совсем не изменился темных закоулках моего сознания пробуждается страх но причин я пока не понимаю однако воспоминания должны вернуться как меня заверили может тогда я пойму что произошло с моим отцом скоро воспоминания к тебе вдруг вернутся и ты мать твою полюбишь этот дом когда ты полюбил его я например вчера знаете он не сразу понравился очень радушный прием он не знаете сразу показался немного родным знаете вот смотришь бывает на что-то и сразу чувствуешь знаете вот доброту доброту ласку ну что-то знаете такое сразу чувствуется особенно знаете звуки очень очень приятные звуки в игре я не безумно нравится я вообще знаете люблю когда вот страшно что прямо обосраться можно и так старая лампа такой пользовался мой дедушка когда работал в шахте даже в те времена она была раритетом она считалась безопасны и в использовании не только под землей но и на поверхности теперь же лампа просто ржавеет хотя еще работает а может мне пригодится солнце смеялось небе птички пели жизнь у сластеный слаще карамель татата татара 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 татар абсолютно не страшно вторая глава ребят также легчайшим образом проходится как вы видите то есть и каким образом вообще абсолютно не производит впечатление мой отец и партнер как темно зажгу свечи с мой хороший сожжем с тобой свечи сейчас мой дорогой спички спички как говорится детям не яички солнце смеялось небе птички пели жизнь у сластена а вот дальше я уже не помню на апстерс как это я новая unk ломка громко ли день цифрустина и так скрытое послание кстати мы с вами обнаружили мы сейчас вы прочитаем с большой радостью договор о выкупе земли мой отец купил эту землю практически за бесценок его друг судья нортон подписал договор и заключил сделку вот так вот решились вопросы вот так вот решались вопросы в те времена мой отец знал что под землей находился перед но искал состоятельного партнера чтобы открыть здесь шахту тогда-то он и познакомился с джорджем затем отец построил гостиницу и какое-то время дела шли в кур хорошее было время но боюсь его уже не вернуть сам сосмеялась в небе птички пели ребят я прошу прощения может быть кто-то будет ругаться вы не против я но немножечко когда буду проходить этот хоррор иногда знаете буду сам себе напивать что-нибудь хорошо под нос если если несложно вы пожалуйста это потерпите потому что либо на прохождение корр у меня кондратья хватит и мне просто я у меня сердце остановится просто и все а так игра вообще не страшно ребят в общем то ну абсолютно страх отсутствует сразу повторюсь потому что боятся только девочки естественно там что-то наверху кстати что что-то там наверху короче там произошло мы не боимся ребят мы же мужчина мы же настоящие с вами правильно мужчина настоящий мужчина они ничего не боятся чего боятся ребят дух какого-то тут дух какого-то но дух и дух и что а что дух может сделать ничего он не может сделать ничего не получится фотография гостиницы мы с отцом стоим на противне его гостиницы на фото мне семь лет он отругал меня за то что я корчил рожи и кривил спину где он сам был кривым отец устроил мне взбучку который я не заслушал в индуу из полки чат проклятие же закрывал окно что вы здесь делаете это частная территория кто он черт возьми ты еще здесь он указывал на сарай возможно что-то там на виду мы сейчас сердце локот громко-громко хрустят странно внутри горит свет на дверь заперта уже тут найдется чем разрез ребят последнее что я помню что мы с вами вчера нашли еще раз приношу извинения ребята что стрим крашнулся заюту и у отца ничего у вас не получится так 2 газетная вырезка итак читаем чудовищное преступление потрясло миролюбивыми чудовищное преступление потрясло миролюбивых местах вызванный в гостиницу помощник шерифа подтвердил факт гибели мужчины на протяжении последних нескольких недель джон нортон считался пропавшим без вести мучитель проявил необычайную жестокость у жертвы было перерезано горло по всему телу обнаружено многочисленные ранения и ожоги свидетельствующие о продолжительных пытках какое милое место вы знаете она мне сразу понравилось вообще я человек простой ребят вижу незнакомое место сразу захожу туда на чего боятся это шляпа моего отца подвал какая-то подсказка нужно разобраться а и синий экран смерти великолепно просто феерично перестань так мерзко разговаривать как скажешь еще раз напишешь херню в чате ты проснешься сегодня ночью рядом с тобой будут стоять и немного в тени в шляпе разговаривать с тобой именно таким голосом медленно протяжно тебе понравится поэтому либо извините поставь лайкос либо жди в гости вода тебе понравится записочка мы с вами уже прочитали когда кстати какие-то багульки ребят здесь появляются но на багульки мы не будем обращать внимание в огульки мы не будем обращать внимание я вообще ничего не видел кстати сейчас это шляпа моего отца подвал это какая-то подсказка нужно разобраться не хочется мне гоняться за этим бродягой глухой ночью пойду-ка я в дом и собственно друзья мои на этом месте мы с вами как раз остановились нас с вами крашнулся интернет начинает происходить какая-то дичь на стриме поэтому ну что ж как говорится приступим господа собственно вот здесь мы с вами как раз и закончить дальше я не знаю эту игру ребята вообще очень приятно было познакомиться и бугагашеньки спасибо ребят а меженька спасибо огромное и оля ночь спасибо нам правда надо бухнуть с вами вместе слегка а пол шишечки ну так что просто так скажем дружить семьями просто все вместе эм братиш а ты меня не сожрешь хай what you let yourself in hey are you deaf I'm talking to you а блять значит так это мой дом я здесь хозяин ты меня понял смешной и часы меня твои не испугают я 5 здесь хозяин и никакая мне вашим папайка вообще не страшно вообще не стук часу не часы ваши ничего у вас не получится ни хера вас не выйдет я вас равно всех духов переиграю брат керосинка еще положи а пожалуйста очень страшно и даже оборачиваться сейчас боюсь и сразу говорю что здесь будет скример все у меня я поеду сразу в приемный покой просто сердце отлетит и все и как бы это моя квартира и не какой-то там странный дух с того света он ничего мне не сделает ничего я тоже вижу и вы и и и и и и и ты Субтитры сделал DimaTorzok Оу Трубка, вонючий антиквариат, оставленный от сон Покрутите, кстати, чтобы обнаружить скрытое послание Послание в трубке Однажды я попробовал курить К сожалению, отец узнал об этом и заставил меня скурить целую сигару Мол, я должен понять, каково это быть взрослым Всю ночь меня рвало И больше я к этой трубке не притрагивался Я помню, я раз тоже покурил, но мы сегодня не об этом Итак, продолжаем дальше Еще раз, ребят, всем скажу, что игра не страшная Как вы видите, я просто вхожу, как себе домой Зажигаю все свечи Потому что если Еще одну секунду У меня тут где-то мышка под ногами Ну так вот Бояться, ребята, нечего Всему есть Всегда объяснение Чтобы вообще нас не окружало Всегда можно это все объяснить И научным языком, как говорится, всегда абсолютно вообще Абсолютно все, и везде, и всегда То есть, если что-то где-то скрипнуло, просто сквозняк Не более того Ну а если перед вами стоит Труп какого-нибудь дебила и пытается испугать вас То, как говорят у нас, у экзорцистов Делаете очень простые движения, которые всегда помогают Есть одна манипуляция Которая, в принципе, вам поможет всегда Значит, могу показать наглядно Значит, вы берете Собственно Вот так вот руки Это если перед вами стоит призрак Берете Одно опускаете вниз Второе поднимаете кверху Вот так вот берете И раз Два Три Четыре И дух пропадает Если не пропадает, то сжигаете дух Переселяйтесь на другую планету Всего доброго Здравствуйте Продолжаем наш разговор Собственно, игра совсем не страшная Как я и говорил ранее Мне безумно нравится, что здесь Здравствуйте Есть кто? Здравствуйте Откуда тут вся эта кровь? Додова Не понял Ну так вот Я хочу напомнить То, что В любой момент, когда Вы слышите что-то необъяснимое Всему есть Друзья мои, логическое объяснение Как правило, оно очень простое Возьмите в руки что-то тяжелое И, собственно Ждите прихода Если что Как минимум Кто-то ломится в дверь подвал Нужно проверить Ну действительно А что еще-то остается делать? Я вообще, знаете, люблю Проверять дверь подвала Когда кто-то Особенно, когда кто-то туда ломится Знаете, такой Фетиш мой А с другой стороны Ну ломится и ломится Ну Ну Может быть Как говорится Кого закрыли Того не надо открывать Народно-эстонская поговорка Я в дверь Что делать Язычникам Примерно те же самые Манипуляции Только Ну Просто Ну Как вот у язычников Обычно Значит так Напомню всем То, что бабайка Это просто Наше воображение Не более того Всегда повторюсь Есть всему научное объяснение Даже такой Неведомой Как говорится Когда видишь что-то необычное Сразу же открываешь дверь Говоришь Здравствуйте Пожалуйста Как вы видите Ребята Абсолютно нет Ничего страшного Но я туда не пойду Всего хорошего До свидания Вы меня спросите Алексей Вы боитесь Нет Просто Как говорится Сердце одно Нервная система Тоже одна А Конечно же Конечно же Банка С аджикой Забродила И взорвалась И аджика Тихо И аджика Она разлетелась Ребят По всем стенам У меня такая же тема была Вот И собственно Вот так же Вы знаете Разлеталась Банка Во все стороны Поэтому Объяснение Простое Нашли Соответственно Берем И просто Абсолютно Спокойно Спускаемся Вниз Ничего Не боимся Вызываем Милицию И съебываем Нахуй Из этого дома Потому что Там непонятно Кто ходит На первом этаже Я туда не пойду Я не дурак Вот Алло Это милиция Все Всего доброго Ребята Когда вы видите Незагон Незнакомца В доме То всего доброго Сразу понятно Что это Обычный жулик Который пришел И хочет украсть Вашу варенье Или банку С аджикой Ничего У вас не получится Ничего У вас Не выйдет Ай Таба А Так мне Показалось Это бабушка Варенье Проносила Мне А Прошу Прощения Так Мы как Истинные скептики Продолжаем Дальше Я ж Хозяин Дома Точно Это бабушка Варенье Проносила Ребят Я просто Сразу Не понял Я зажигаю Спичку И спокойно Иду Как мы видим Абсолютно Ничего Нет Вообще Абсолютно Не страшно Как я и говорил А что тут бояться Кого бояться Абсолютно Некого Правильно Правильно Так Бабушка С банкой Аджики А мы Вот лохи Гостиница Hillside Inn Открыто 40 Комфортабельных комнат Райский Уголок В самом центре Горной деревушки Вкусные обеды Неподалеку От знаменитой Перетной Шахты Каролайн Будем рады вас видеть Слава Тихо Давай не будешь Сейчас Давай потом Но только не сейчас Хорошо Конечно давай Ну а почему Крыска пробежала Абсолютно Элементарное Объяснение Обычная мышка Мышек мы с вами Не боимся А что их бояться Правильно Абсолютно правильно Действительно А крысок Мы не боимся На цепь Регнуться Что домовой Это домовой Все Пиздец Я наигрался А что такое Заряди лампу Как А как лампа Заряжается Ребят Вы Серьезно Керосина Подлить А я не знаю Как Я думал Он как-то автоматом Типа подливает Как Ребят Через инвентарь А А Это так работает А так Кого бояться Бабуля Бабушка Бабушка это ты А это просто Кто-то Он дурачок Портрета Испугался Портрет Ты что бояться Правильно Правильно Найдите боковой Что Боковой О Что-то где-то упало Ножницы По металлу Скачешь Мне надо Не открывается Может В моем чемодане Найдется Что-то Чем можно Открыть Эту дверь Что Например Эм 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 А ну ключ Мы никакой Не подбирали Братца ключик Что Назад Пробраться Что Нужно сделать Не понял Отмычка Что Отмычка Сзади Где-то Нужно найти А в доме Наверное Отмычку Куда Типа найти А Выбраться Из подвала Так Легко Да Ну Нах Ты Че Блядь Пизду Такие Игры Блядь Ну Че Блядь Ёб Твою Мать Да Ну Нах Блядь Что Блядь Это Это Блядь Это Че Такое Это Блядь Вы Че Я не пойму Вы Во что Мне сказали Играть Блядь Это Че Такое Вообще Это Что Это Блядь За Трэш Что Это За Херня Вы Че Я Сейчас Мышку Тут Раздолблю Охренеть Ребят Вы Че Это Че За Вообще Это Че За Крепота Это Начало Игры Это Че Сейчас Вообще Вылетело От Такое Алло Чат Вы Это Что Это Такое Не Ребята Это Да Ну Нахер Это Ну Че Зыришь Конь Блядь Ха 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 С Ха 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 Он вверх. Что он хочет от меня? Лови аптечку. Ну это просто, это габелла какая-то, я вам без шуток говорю. Ха-ха-ха, день-день ёпта. Это конченый хоррор. Это самый конченый хоррор, я вам серьёзно говорю по атмосфере. Бля, я взрослый человек, который играет всю жизнь в игры, я не могу собраться чтоб наверх подняться. Я вам, я вам честно говорю. Ха-ха-ха, день-день. Кто-то прошел мой брейфкейс. Нет, это просто забейте, я честно говорю это. Это, это, это вообще, короче, следующая серия на 10000 лайков, я серьёзно говорю. Это, бля, я не знаю как мне все силы найти играть в эту игру. Ну я, мать её, пройду. Ребят, подержите стрим лайкоса. Я отвечаю, это, это... Я и представить не мог, что старый дом моих родителей, куда мы сами решим и переехать, стоит столько секретов. Я нашёл до чердаке под половицей дневник некого Николаса Хайда. Пока я читал его, меня бросало в дрожь. Не знаю, происходили эти жуткие события на самом деле, или это всё бредни того самого Николаса. Чёрт, остальные страницы кто-то вырвал. Фу, день, всё. Я так понял, днём здесь ничего не происходит. Странно, я был на чердаке. Нужно показать дневниками? А, то есть он так спокойно сейчас говорит? Холодос так шуметь начал, надо это, почекать, что там с холодосом. Нет, ну... Эй! А где тянка моя? Алё! А где? Женщина! Моя девушка, день рождения. Моя девушка, день рождения. Ахай! В холодосе, бабайка. Ахай! В холодосе, бабайка. Ахай! 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 Ты меня слышишь, Эмма? Эмма! Я звала тебя, но ты никак не реагировал. Где ты был? Я рыскал по чердаку. Кстати, электричества нет. Похоже, сломался предохранитель. Будь лапочкой, сходи в подвал и почини его. Вот такого тебе! Ты... Я не пойму, я играю за... Ты... Я не пойму, я реально за какого-то этого терпуха играю или что? Или да? Мать! Может, ты в этот шоколадный глаз сначала дашь, а потом уже будешь мне мозг выносить? Что за херня? Ты... Ты меня... Я тебя первый раз слышу, ты меня уже раздражаешь. Да что с ней? Говорит, как будто я в клубы ее матери нассал. Ну тут цок-цок. Эй! Пошла в пизду, дура, тупая, сама туда иди. Я не пойду. Да не, ну, блядь, ну, как, ну, как здесь не обосраться туда спускаться. Письмо от мамы Мама здесь выросла, но мало рассказывала о своем детстве Она думает, что нам с Эммой будет здесь очень хорошо И я с ней согласен Представить не могу, насколько сейчас тяжело вырастить ребенка в Бостоне А я, мой любознательный друг Представить не могу, как нам опять, блядь, спуститься в этот сучей подвал Николадар, спасибо, ребят, спасибо всем за донаты Я их выключил, чтобы вообще я в крайне обосрался Я, ребят, я в хоррор играю без всяких спойлеров, без ничего Для меня хоррор это, блядь, это, как знаете, вот, ну А что здесь бояться? Нет, что здесь бояться? Под пиван депола, кстати, нормально вообще все заходит Что бояться-то? Найдите фонарик на чердаке Тут, короче, и днем жопа, я понял Ахая Фонарик Я могу лопатку вот эту металлическую взять Фонарик О, вот это уважуха А ну-ка, одну секунду Камеру нельзя сделать не такой яркой Я думаю, можно, просто освещение не хочу фиксить Я что не придумаю к следующему стриму Гуча без проблем Блядь, найдите на чердаке фонарик Ну и где мне его найти? В коробках в этих ссанах или где? Сука, что за котомщики Взяли, переехали Накупили новых шмоток Нет же, блядь Говна всякого Натаскают на чердак Чердак это Место, где надо в пледике В этом не в пледике, а в гамаке Лежать и на звезды, сука, смотреть Нет же Натаскают, блядь, говна всякого Потом бабайки заводятся Потом страшно сюда лазить Здесь надо свет провести, чтобы Как на этом был Ну и где мне взять фонарик? Ась Что это такое? Банки консервные Блядь На чердаке фонарик Во Нихера себе фонарик Старый, но рабочий Сущный, мощной лампочкой Надеюсь, от него батарейки не надо Сущный, мощной лампочкой А как включить-то тебя? Или че ли он сам включит? Или он сам включится? А у нас на час как раз серия, что ли вышла? Ровно часовая серия Отлично Блин, но больше часа уже даже не будет делать Потому что Очень долгие серии Не так будет, наверное, интересно Короче, братцы Я так чувствую, дальше будет еще хлеще Короче, сейчас мы чешем в подвал Сказать, что первая серия на меня Произвела впечатление Это вообще ничего не сказать Сто процентов будем добивать эту игру Постом топите 10 колосей И следующую серию сделаю 2 в 1 Следующая серия будет 2 в 1, ребят То есть будет 2 серии Сейчас я пойду спать Отсыпаться Сегодня очень был сложный день Зассал, да Честно скажу Честно скажу, зассал Дико стремная игра Ребят, я вам правда говорю Она не то, чтобы криповая У меня реально, у меня сердце сжимается Когда я в эту игру играю Еще раз вот так вот кто-нибудь на меня, блядь, выпрыгнет Это все Это, ну, это конец сразу будет Это, ну, это просто, ну, вот Просто габелла будет Это реально криповая игра Я вас очень прошу, ребят Стрим обработается Вы, пожалуйста, напишите ваши комментарии Вот просто ваше мнение Кто ее не видел в прохождении Напишите просто вот ваше мнение Настюшечка, все хорошо Спасибо огромное Привет, Хардик Спасибо, моя хорошая Голос восстанавливай, да-да-да Ребят, спасибо, что посмотрели этот стрим Это была первая серия Beast Inside Подписывайтесь на канал Напомню всем, ребята Всем, кто подписан И еще не делал эту манипуляцию Переподпишитесь, пожалуйста Отмените подписку И заново подпишитесь на канал При этом нажав колокольчик Там все оповещения у вас должны стоять Вот Ну и также подписывайтесь на телеграм-канал Давайте как наберем Десять колосей Двигаемся дальше Я думаю, за завтра вы их уже наберете И уже, может быть, завтрашнему Или послезавтрашнему вечеру Мы поиграем в эту игру Все Понял, принял Обнял, поцеловал Всем добра, удачи, ребят С вами, как всегда, был я, Леха И канал Hard Games Пока-пока До связи